Можно. Ну, как-то это... Господь же говорил, как немного, что ли, молиться? Ну, как-то у меня, я не знаю, у нас не сильно много молитв очень. Не знаю, понятен ли мой вопрос? Понятен. Господь же сказал, да. А вы когда начали молиться? Ну, лет 9 назад. Ну, вот сейчас, перед началом моления еще, просчитали. Семикратно в день прославляю тебя. Берет из Библии. Дальше. Не пристанно молитесь. Первый писательнике, сам считает, 5-17. Как совместить с тем, что впереди просчитали? Нельзя так одно место брать, а другое отнимать. Господь говорит. Ну, все, Писание будет ухновенно. В Библии нет такого, что это Господь говорит, а это Павел говорит. То можно не брать. Одинаковую силу имеет. Господь через людей говорит. Там и там Дух Святой. Все Писание Бога духновенно. Писали вы святые Божьи человеки, будучи движим Духом Святым. Все. Значит, послание Иоанна, Петра, 14 послание, апокалипсис. Все от Бога. Там не говорите лишнего. Как язычники, которые думают. И дальше говорится, что? О пустяках молятся иногда. Посмотрите, о чем просят там Матронушку, когда идут. Срам один. А здесь о чем? А каписто прославление Бога. Восхваление святых, которые достигли того, к чему призваны были на земле. А это прославляется. Лишнего не говори, о пустяках. Вот у меня ботинок нету. Как я пойду? Вот охает, ахает. Не заботьтесь, что надеть. Что пить, что есть. Господь знает заранее. А что я буду есть завтра? Где у меня? Где взять? Господь знает. Так что... А каписто все на месте. Ну, как-то тоже надо работать, да, наверное? Ну, нельзя просто на Бога полагать. Ну, молитвы короткие. Господи, помилуй, слава, осу, още наш. Молитвы-то короткие. Молитвы-то не полчаса. Самый большой Псалом 118-й. И то он разбит на три части. И о чем просят-то? Посмотри, молитва. Любую возьми. Сорю небесный утешителю. Дух истины, который всюду присутствует. И все собой наполняет. Он есть сокровище всего доброго. И жизни податель. Приди и вселись в нас. И очисти нас от всякой скверны. Бави души наши. Нужно говорить. Все необходимое в этой молитве говорится к Духу Святому. Так что, если вы молитесь 9 лет, вы должны это знать. Серафим Саровский, когда молился, его выводили. Лицо сияло, как солнце. И он не мог поверить, что служба кончилась. А мы не дождемся, когда она кончится. Значит, в человеке это все-таки. Не можем дождаться, когда кончится. Ну, не можем дождаться. А теперь возьмите. Гулянка, Новый год. Присадь будут, петь. Срамота, какая в доме будет. Это мы привыкли нормально. Даже ничего. Радио слушаем, телевидение. Длинные кинофильмы смотрят. И это ничего. А это совсем не нужно. Даже человек выводов не может сделать. А пропеть молитву, уже все, сразу его скрючило. Вот если долго. Мы псалтырь читаем сейчас. Так, я все ответил. Другого нет ответа. Святые отцы составили литургию, как Иоанн Златоус. Молитвы. И мы это принимаем бесспорно. Они нас влекут к небу. Они оставляют позади все земное. Почему таких людей называли ангелем во плоти? Или с человеки на небе? Еще что? Не, вот говорю, читаем псалтырь. Знаете, там на каждой славе о здравии или об упокоении поминается. Тоже такой, ну, долго где-то час. Вот как вы относитесь к этому чтению в псалтыре, когда там о здравии поминается? Правильно, она по славам разбита. 20 кофейзм. Каждая кофейзма на три части. Итого, получается, за два месяца только псалтырь просчитывается. За два месяца. Повторяю, за два месяца. А Семен Столбник просчитывал за ночь. За одну. Вот и все. Мы по соглашению читаем сейчас. Так, все, ответил. Дальше уже к этому не возвращайтесь никогда. Вы все поняли? Теперь будете молиться с радостью, с благословением Господним. Спасибо, Господи. Слава Христу. Тут какой-то камень был на душе. Спасибо, Господи. Так, еще кому нужно? Нет еще, я ухожу.